Привет! Вчера мы ходили за покупками, мы покупали тыкву, чтобы приготовить что-нибудь из тыквы. Сейчас Хэллоуин на днях. И будем делать тарталетку из тыквы. В общем, мы купили тыкву. И, чтобы посмотреть видео, мы купили тыкву самую нужную, для этого мускатную тыкву. Теперь ее надо запечь. Вот мы ее порезали, удалили косточкой, теперь запекаем. Как мы делаем, берем миску, у меня вот такая у вас может быть. Берем фольгу, и просто выкладываем сюда фольгу. Очень просто. Высыпаем тыкву. Вот так, чтобы она была. Ну, желательно там, в один слой. То есть минус, не важно сколько у вас. Можно запечь ее и все целиком. То есть, весь цветокорыто. Просто долго будет. Сбрызгиваем чуть-чуть маслом, оливковым. И берем сахар. Так, можно посыпать сахаром. Сделаем десерт. Мы сделаем десерт, а не суп тыквы. Поэтому с сахарком присыпали. Все. Сделали вот так. Дальше берем снова фольгу. Теперь мы возьмем двойной. Можно и одинаковый, но мне нравится двойной. Он как-то увереннее сидит. Вот и теперь нам надо закупорить ее так, чтобы весь пар и сок, испаряющийся из свеклы, не уходил бы никуда. А готовилась бы свекла в своем пару. В своем соку. Вот. В своем соку от пары. В саку от пары. Пару от соку. Вот. Можно, конечно, запечь. Самый вообще идеальный вариант это целиковая тыква. Даже не чищенная. Только кожура снятая. И в белок и запекать. Но это отдельно. Вот. И так вот мы готовим. Хорошенечко все подмяли, поджарили. Гидрогные делаем. И отправим это все дело в печь. Все. Продолжаем. У нас еще тыква есть. Контейнеры тоже есть. Всем привет. Мы готовим тыквную тарталетку. Запекается тыква. Как мы там выбирали. Смотрите в предыдущем видео. Сейчас мы будем делать песочное тесто для тарталетки. Что нам для этого понадобилось? Смотрите, понимаете. Сливочное масло. Масло, не маргарин. Сахар. Миндальная мука. Обычная мука. 2 яйца. Все. Больше ничего не надо. Как мы это делаем? Мы берем миксер. У меня есть миксер. Если у вас нет миксера, то руками придется долгую историю. Берем масло сюда, вбрасываем. И добавляем сразу же сахар. Теперь берем вот такую волшебную штуку лопатки. И все. Если у вас нет миксера, то вы вот это должны делать руками. Долго? Ну, пока оно не станет кремообразным. Но оно должно стать кремообразным. В общем, масло у нас взбилось. Смотрим масло. Теперь можем продолжать. Теперь мы добавляем яйца по одному. А дальше все за кучей ингредиентов. Поехали. По одному. Поехали. Все. И взбиваем хорошенечко масло. Яйца в масло. Масло в яйца. Все. Масло соединируем. Добавляем сверху и все. Оп. Яйца. Яйца. Мы сейчас поможем. Миксер, машина, которой тоже нужна помощь. Мы сейчас поможем. Аккуратненько вот так вот. Масло, которое я размазала по стенкам. Соберем. О. И все опять поможем. Мешать. Все. Теперь добавляем миндальную муку. Пикла, наверное, готова. Давайте продолжаем. У нас есть тесто. Тесто. Так. Опять помогаешь. Еще чуть-чуть, да, соскребет. Потому что сейчас мы будем добавлять муку. Когда мы добавим муку, много мешать уже нельзя. Иначе мы затянем тесто. И оно у нас будет в процессе выпекания сжиматься. То-то редко будет падать. Что-то бесконтовать. Берем, короче, добавляем муку. Я люблю добавить все за один раз. Мне кажется, так эффективнее. И все, тихонечко. Ждем пока все соединится. И потом чуть-чуть промесим на высокой скорости, чтобы сформировать некое тело тесто. То, чтобы тесто стало единым целым. Активируется блютэ. А как ты выбирал муку, можно посмотреть по ссылке внизу. Вот соединилось все. То-есть мы чуть-чуть промесили. И теперь на максимальной скорости буквально. Все. Больше не будем месить. Так. Теперь нам надо убрать его в пленку. Теперь нам надо в пленку. Пленку вот немножко. Час тесто должно будет отдыхать. Это нужно для того, чтобы оно стало послушным. Чтобы все связи устаканились. Все будет хорошо. Так. Помогаешь? Я всем-всем помогаю. Ха-ха-ха. Так. Так. Формидабль. Как бы сказали господа лягушатники. Месье и мадамы. Так. Все. Чуть-чуть сделаем его плоским. Чем площе будет тесто, тем проще будет отдыхать. Вот так вот берем. Все. Теперь заворачиваем. И вот это тесто мы отправляем на час отдыхать в холодильник. А что, будем смотреть что с тыквой? Будем смотреть что с тыквой. Обязательно. Сейчас только я уберу в холодильник. Нет. Что там с тыквой? Возьмем одну. Проверить просто. Не будем ее готовить. Подождем. Так. Идем сюда. Где наш маленький нож. Где наш маленький нож. Ну я бы еще бы ей дал чуть-чуть. Еще бы минутчик-десять. Пахнет уже очень классно. Пахнет тыквой. Пахнет тыквой. Десять минут и все, и финиш. Все. Тесто отдыхает. Тыквы запекаются. Когда все будет уже готово к работе, мы сделаем крем и тарталетки. В общем, тыквы наши, скорее всего, уже готовы. Мистику, магия. Это все профессионализм. Но мы ее проверим. Все равно мы мастера своего дела. Мы сам проверим. Берем наш ножичек. Оп, как в масло. Все, отлично. Идеально. Мы ее все равно оставляем закрытой и даем ей остыть полностью. Все? Когда она полностью остынет, будем дальше делать крем. Мы увидимся на креме. Да-да, увидимся уже. Всем чао, скоро увидимся. Мотор. Всем привет. В общем, у нас наша тыква запеклась и остыла. Давайте займемся ей. Вот наша тыковка. Тыковка. Тыковка пахнет вообще хорошо. Много сока. Много вкуса. Все это вместе с соком, естественно. Вместе со всем, что там есть. Ну это. Стакан для блендера. Вот, вот сюда. И блендером будем пробивать. Все по очереди добавим, а то иначе места очень много займет. В общем, сделали пюре. Вот пюре, посвятительное пюре. Сладкая, очень ароматная тыква. Теперь делаем крем. Крем очень простой. Нам понадобятся пюре, нам понадобятся сливки, крахмал кукурузный, желтки, сливочное масло и белый шоколад. Это, чтобы сделать крем. Сейчас мы его сами сделаем. Очень просто. Берем сливки, ставим их на огонь. Все, пускай сливки будете. Когда нагряются сливки, мы смешиваем крахмал с желтками. Смешиваешь? Да, смешиваюсь. Очень хорошо смешалось. Вот мы видим, никаких комочков у нас нет. Пюре нам не все понадобится. Мы взвесим, нам нужно 800 грамм. А это чистое пюре? Да, чистое пюре тыква, да, без всего. Вот сливки закипели. Варим все по системе заварного крема. Просто сейчас мы добавим сюда пюре тыква. Хорошенько перемешали. 800 граммов. Достаточно много тыквы. Будет очень так тыканно. Все, 830 грамм. Все, аккуратненько перемешиваем. Все, аккуратненько перемешиваем. Так. Будущий наш крем из тыквы. Будущий наш крем из тыквы. Так. Будущий наш крем из тыквы. Лучше варить всегда на половинчатой мощности, так мы еще больше убережем себя от подгорания крема. Вот видно, что наш крем закипел. Еще варим где-то пол минуты и снимаем. Очень простой крем, очень вкусный. Все, хватит, снимаем и сразу в масло его. Нам нужно его вытащить из сотейника, где он продолжает греться, чтобы больше крем не грелся. Смешиваем его со сливочным маслом и белым шоколадом. Не знаю, что сказать. Мы еще добавим сюда некоторые специи, но их лучше всего добавлять вне огня, то есть не подвергать их термической обработке. У цедры, не очень это дело любят. И еще сюда классно пойдет корица. Смотрите, какой классненький. Да, посмотрим. Восхитительно. Правильно сваренный крем всегда должен блестеть, запомнить. Добавим мы сюда где-то половинку апельсина у цедры. Я ее сейчас аккуратненько свеженью. Очень удобная штука для снятия цедры. Микроплан. Ну, не микроплан, это я не помню, какая-то другая фирма, но в принципе суть одна. Мелкая-мелкая терочка с очень острыми зубчиками, которые замечательно снимают вот именно цедру, не цепляя белую часть. Которая тоже есть какое-то название. Верно. Ну вот, в принципе. Все, цедры сюда. В общем, цедру и корицу. Корицу я не знаю сколько. Так, чуть-чуть. Может быть, пол чайной ложки. Дай-трите чайной ложки. Корейца с тыквой очень классно сочетаются. И еще сюда можно добавить ванильки. Тут у меня есть семечки. Прикольно. Да, прикольный ароматизатор. Ну, это не ароматизатор, это концентрат ванили с семечками. Мы сейчас попробуем. Может, мы еще добавим ваниль. Добавим апельсинки. Не, ванильки нет. Добавим апельсинки. Хочется чего-то кисленького. Не хватает мне кислинки. Подписывайтесь на мой канал. Поехали. Красиво. Будет очень ароматно. Ну как? Ну прикольно. Прикольно. Мне нравится. Он еще подостынет, будет чуть-чуть другой. Может быть еще чуть-чуть кислоты. Семечки попали. Семечки в креме будут не очень, кстати. Поэтому лучше их выловить оттуда. Будь здоров, оператор. Спасибо. На коже пробовал? Угу. Так. А сладким он будет? Сладким будет к нему сверху крем. Угу. 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 В общем, все, крем готов. Он нам нравится. Мы его теперь выкладываем в контейнер, чтобы он был пониже, низкий был. Так он быстрее остынет. И мы с ним сможем быстрее работать, чем он будет, представляет, вся вот эта вот толщина должна остыть. Упсть. Чем тоньше, тем быстрее. Можно вообще его размазать. Вот. Но у нас нет столько места. И закрываем обязательно пленочкой в контакте. Да, то есть со всеми кремами, которые мы варим, да и вообще там с ганашами, с любыми остывающими историями, я рекомендую закрывать пленочкой в контакт. Так мы предотвратим образование конденсата на поверхности. И образование корочки еще тоже предотвратим. Вот. Мы просто скинем, и у нас отличный крем. Все, убираем это дело в холодильник. И занимаемся тартаретками и татаретками. Все, крем наш остывает, отдыхает. Мы занимаемся тартаретками. Берем, короче, тесто. Тесто наше отдохнуло. Чуть больше часа, ничего страшного. Это только лучше. Час это минимум. Берем наше тесто, распаковываем его. И теперь, что же у нас с тестом происходит теперь? Теперь у нас тесто, оно очень хрупкое. То есть мы можем его раскатать, но велика вероятность, что наша заготовка, когда мы будем выкладывать тартаретку, она просто возьмет и сломается вот так. Потому что тесто очень хрупкое. Сейчас нам нужно, чтобы тесто стало эластичным. Поэтому мы его вымесим руками. Во-первых, от тепла рук немножко разойдется маслом. Видите, какое тесто? Я на него нажимаю, а оно ломается. Оно прям рыхлое. С таким тесто тяжело работать. С таким, в смысле, песочным? Нет, с таким, в смысле, рыхлым. А, в смысле, в таком состоянии? Да. То есть мы его сейчас вымесим, и оно станет более податливым. Мы сможем спокойненько из него вырезать на нужные кружочки. Да, нелегок труд кондитера. Это вам не цветочки рисовать. Тесто у нас уже становится более послушным, более податливым. Теперь мы начинаем процесс его раскатывания. Вырезание, вымывание, скалочка. Мука на подпыл всегда у нас с собой. Ну и что мы должны с ним сделать? Мы его сейчас раскатаем. Потом вот у нас есть формочки для карталеток. Мы его вырежем, выложим в эти формочки и отправим запекаться. Ну, короче, раскатываем. Да, сейчас мы занимаемся раскатыванием. Когда раскатаем, будем вырезать. В общем, увидимся. Вот, в общем, мы раскатали. Теперь мы его будем еще раскатывать. То есть это пока такой первый раскат. Мы выбрали вот этот вот резак. И все, погнали. Просто вырезаем будущие наши тарталетки. Теперь выкладываем тесто в наши тарталетки. Теперь выкладываем тесто в наши тарталетки. Одна есть. Одна есть. А что делать людям, у которых нет таких полейчиков? Ну, такие колечки можно купить. Это не сложно. Сам проверял. Ну, если нет таких колечек, но есть, например, хоть что-нибудь-то должно быть. Не может же быть такого, чтобы не было ничего. Что-то есть. Ну, какая-то формочка же есть. Можно, например, не делать тарталетку. Да, вот такую. Ну, вообще не заборачиваться. А взять, например, вот. Вообще вот это же тесто его легко выложить по любой форме. Оно послушное. Ну, если правильно с ним подходить. Ну, ладно, выкладываем. Ну, увидимся позже. Все, мы тарталетки выложили. Теперь мы отправлять их должны в печь на 170 градусов, минут на 15-20. Но перед этим их нужно наколоть. Это нужно сделать для того, чтобы во время выпекания, когда будет образовываться пар под тестом, чтобы тесто не поднималось. Но мы еще, на самом деле, в процессе отпекания будем проверять этот момент. Вот так. Снова всем привет! Кто не смотрел нас с начала, там видео в начале есть. В общем, мы готовим тыквенную тарталетку. У нас уже стоят тарталеты в печи. Маленькие пекутся. У нас уже готов крем тыквенный, которым мы наполним. Он там остывает. И еще у нас сверху будет крем шантии. Это взбитый крем с сыром, цедрой лимонной и белым шоколадом. И чуть-чуть воним. Вот. Начинаем. Что мы делаем? Мы токим шоколад. Вот у меня уже этот шоколад, как вы видите, растоплен. Я подготовился заранее. Просто на водяной бане. То есть без каких-то приблуд. Я растопил шоколад. Дальше берем сыр. Смотрим, чтобы сыр был свеж. Чтобы срок годности был в порядке. Обязательно. Эту сыворотку никуда не выбрасываем. Мы ее забираем себе. Все забираем себе. Заваливаем сюда этот сыр. Один. Это филадельфия, правильно? Да, это тип филадельфии. Творожный сливочный, творожный сливочный сливочный. Можно в принципе взять на любой. Какой там. Самый известный из творожных сливок в Филадельфии. Поищем что-нибудь. У нас здесь 400 граммов сыра. Этот сыр, чтобы нам было его легче смешать с шоколадом, мы его смешаем со сливками. Вот у нас здесь сливки. Фермерские сливки, отлично. Сюда мы добавим Мы будем по ходу пьесы смотреть, сколько мы будем добавлять Но сначала я думаю, что нам лучше всего добавить 100 граммов 100 граммов Смешиваем Аккуратно Чтобы не брызгать Самое важное не забрызгать Я вижу, что 100 граммов скорее всего будет маловато Хотя посмотрим А вообще еще часть сливок мы взобьем То есть у нас будет такая муссообразная история Ну крем шанти Крем шанти Это любой крем, который основан на взбите сливков Это обязательный ингредиент любого крема шанти Это взбите сливков Вот поэтому Наши таталетки Подадим еще Упс Давай 2 минуты Так Я еще добавлю сюда сливок Мне мало Еще 50 граммов Должно быть достаточно Записываем, да? 100 И теперь 50 На ваших глазах рождается Никогда раньше не делал этот крем Ну и именно вот это Сделаем его по наитию Ну я думаю, что получится вкусно Вот более-менее Это то, с чем мы добиваемся То есть мягкая текстура С которой легко работать Так Хорошо Теперь нам нужно взбить сливки И взобьем 200 граммов Ты всегда больше на 12 граммов Это мастерство Стабильность Голод мастерства Все, взбиваем В общем у нас взбились сливки Вот мы их не перебиваем То есть они такие Живенькие, но плотные Да, все Здесь наши готовы Замес Мы добавим сюда Цедру лимона И сок лимончиков Мы сейчас чуть-чуть с кислотой поиграем Потому что Вообще должен быть баланс Всегда должен быть баланс В десертах Это обязательно кислого и сладкого Вот у нас Наш крем Тыквенный Он Не очень сладкий Ну, он такой Фи, герой И не задача Его быть сладким Он должен быть Тыквой Вот А сладость Мы ему сейчас дадим Белым шоколадом Две трети лимона С этого двух третей лимона Вообще крем-чиз и лимон Это два лучших друга Реально Нет лучшего сочетания Чем крем-чиз, лимон и семга Так Теперь мы сюда добавим Чуть-чуть сока лимона Мы еще пока не пробовали Как-как это на вкус Поэтому будем добавлять По чуть-чуть Сока мы добавим капельку То есть примерно Треть лимона Да А вот теперь попробуем Прикольно Лимон Но не слабкий Теперь пришел черед сахара Белый шоколад Не весь пока добавим Попробуем Получается прикольный крем И теперь Взбитые свитки За два раза Попробуем Очень деликатно перемешиваем, чтобы наши сливки не опали. И теперь можем попробовать. Хочешь? Да. Все. Такой свежий. Этот крем мы убираем пока в холодильник. Его мы можем контакт не закрывать, потому что он холодный. Вот так. Ничего там не образуется. Никакая сварина. А наш крем еще пока теплый. Ему надо еще чуть-чуть. Поэтому пока у нас перерыв. Ждем наполнения тарталеток. Наполнение на тарталеток. Всем привет еще раз. Продолжаем делать только на тарталетке. Крем у нас застыл. Смотрите, крем у нас застыл. Крем у нас хороший. Теперь мы этим кремом будем наполнять тарталетки. Крем у нас классный. Крем у нас классный. Пока подождет. Вот. Так. Мы будем делать немного сборку. Продолжаем. Добавить. Поехали. Крем у нас. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...